1968. Пражская весна. С пеной забурлилась сия субстанция после Пражской весны. Бузы в Чехословакии 1968 года, погашенные войсками стран Варшавского договора. Что это было? Сопротивление милых чехов тоталитаризму? Не совсем так. Обсудим в третьей части. Кстати, а как противились эти вольнолюбцы немецкой оккупации в 1939? Никак. Когда пришли те, кто их реально убивал и грабил, они и пикнуть не посмели. Лишь позже началось маленькое сопротивление. Пока интереснее другое. Вопя о весне и советских зверствах обычно молчат, что в 1968 бунтовали все. Молодежь расхотела подчиняться всюду. В США, ФРГ, Франции, Италии, Испании, Швеции, Бельгии, Японии, Мексике. И капиталистов били гораздо активнее, чем коммунистов. Самые грозные бури года – студенческие революции в Нью-Йорке и Париже. Кипели они в мае, задолго до пражской весны, которая не совсем по-весеннему грянула в августе. Нью-Йоркские студенты захватили университет и копы целый месяц их оттуда выжимали. Парижане тоже дрались с полицией аж до баррикад. Транспорт жгли, что кончилось всеобщей забастовкой, параличом страны и отставкой президента Деголля, чуть не единственного француза, который всерьез мешал гитлеровцам. Сноска он создал единственную реально воевавшую, то есть в составе Красной Армии, нерусскую воинскую часть – авиаполк Нормандия-Неман. Пресловутое сопротивление в самой Франции было смешным. Вплоть до высадки союзников в Нормандии летом 44-го антифашисты лишь листовки печатали и изредка устраивали маленькие забастовки и демонстрации. Возвращаясь к своему тексту. Интересно, что французская экономика тогда бодро росла, как и русская в 905-м и 917-м. Революции в такие моменты и бывают, какие бы сказки не втирал Маркс. На этом фоне ввод войск в Чехословакии выглядит хило. Боев не было, лишь крохотные стычки. Погибло 12 советских солдат и 84 человека небоевых потерь. Местных погибло 108. По нынешним чешским данным, наверняка задранным. Ведь Чехия – член НАТО и обязана клеветать на Россию. Наши гибли, например, так. Вблизи города Ческалипа на мост выскочила толпа чехов. И чтобы не давить их, танк свернул и упал с моста. Экипаж погиб. Не будем вилять. Погиб героически. Но десня до небес развонялась о вводе войск, игнорируя схожие бардаки по всему миру. Права американских и французских студентов ее почему-то не волновали. 68-й год многослоен. Его копать и копать. Повторю. Бушевали кап страны. Прагу лишь хвостиком задело. Все лето шумели студенты Мексики. Пиком стал расстрел толпы в Мехико 2 октября и 300 трупов. По другим данным, гораздо больше. В Штатах, кроме Нью-Йорка, и в Чикаго юнцы колыхались так, что пришлось травить их газом. Президент Линдон Джонсон заподозрил руку Москвы, но ЦРУ связи бунтарей с Кремлем не выявило. Запомним, мир громыхал, но правительства в большинстве случаев ничего не организовывали. Исток бузы какой-то иной. И самое интересное, буйства правительством не грозили. 68-й год показал, что все эти молодежные, студенческие, антиавторитарные, сексуальные, психоделические революции, рок-революции, революции цветов, революции воображения, революции Иисуса и т.д. и т.п. совершенно не опасны для системы. Конец цитаты. Подчеркну, это важно. В итоге баррикад и расстрелов пострадал лишь один правитель, Шарль де Голь. Мне возразят, а Дубчик? Да, пражского вождя, спровоцировавшего весну, тоже сняли и тоже без репрессий. Однако сравнивать их смешно. Де Голь игрок глобальный, а Дубчик пешка сугубо местная. Но, конечно, парижских бунтарей лишь использовали. Сами они в глобальных делах не смыслили ровно ничего. Их интеллект ясен из лозунгов. Алкоголь убивают, принимайте ЛСД. Пролетарии всех стран, развлекайтесь. Все и немедленно. Запрещать запрещено. Но оргазм здесь и сейчас. Примерно того же хотели и в Праге. Важнейший нюанс. В чешской столице уже в начале 20 века открыт самый большой в Европе еврейский музей. Не случайно. Есть информация, что Прага для евреев дороже Израиля. Это их духовный центр. Сами думайте, какие краски это добавляет к картине пражской весны. Секс, рок, наркота. Кстати, об ЛСД и оргазме. Тот год свершил и сексуальную революцию. Вроде славно, юбки выше, красота. Но все сложнее. Тема секса отныне прилична. Он стал источником кайфа, а не детей. Христианская мораль забыта. Извращения втюхивают на роль нормы. Один из итогов. Западные садомиты, педофилы и скотоложцы объявили натуралов вне закона. Скоро убивать начнут. Но это побочный итог. Главное вот. Удовольствие. Сноска. Некоторые толкуют это слово как волю уда. То есть полового члена. Лингвистически спорно. Но по сути так и есть. Возвращаюсь к своему тексту. Главное вот. И молодежные моды. В это вложены бескрайние деньги и административный ресурс. Либеральное руководство волю уда навязывает. Вы готовы ему бездумно подчиниться, стать винтиком, куклой? Если да, выбросьте эту книгу. Она не для вас. ЛСД, диэтиламид-Д-лизергиновой кислоты, синтезирован в 1938 году, сперва для психиатров. Затем открыли, что он галлюциноген, причем добрый, без ломки и тело не разрушает. Никто еще не умер от его передоза. Убивает он лишь так. Принявший его, искаженно видит мир и может захотеть полетать с крыши или поезд руками остановить. Молодежь начала массово от ЛСД балдеть. Она сама так решила? На зло системе, спрошу вас я. Многие верят в это, но читатель моей книги уже должен научиться мыслить. Правда, вот. Распространение психоделических наркотиков было результатом экспериментов ЦРУ в отношении их военного использования. Конкретно, в начале 50-х ЦРУ запустило секретную программу МК-Ультра, изучавшую манипуляцию сознанием посредством наркоты и прочей дряни. Подопытным вводили слоновьи дозы веществ, некоторых это убило, а затем разными способами зомбировали. Цели – первое, получить агентов-роботов, вроде нынешних шахидов со взрыв поясами, и второе – управлять кем угодно, от президента до толпы. В 1962 году еще и Американский национальный институт оборонных исследований стал изучать психоз, вызываемый ЛСД, мескалином и марихуаной. Ради лечения ли? Судите сами, учтя название института. Аналогично трудился лондонский Тавистокский институт человеческих отношений, и есть информация, что учеными Штатов заправлял он же. Сии научные изыскания начались с 930-х в Британии, США и Третьем Рейхе. А у нас? Ну, в какой-нибудь тайной лаборатории НКВД, возможно, подобную работу вели, хотя доказательств тому нет. Но в целом СССР шел в противоположную сторону. То есть? Сталин не зомбировал людей, а, напротив, учил мыслить свободно, улучшая систему образования и вернув преподавание логики, отмененное троцкистами. В начале 50-х задумал сократить рабочий день до пяти часов, чтобы у граждан добавилось время для развития. Это было осуществимо, но Хрущев не позволил. И заметьте, рабочий день длинен до сих пор по всему миру, хотя автоматизация давно позволяет высвободить людей, не снижая зарплаты. Но нет, их держат за станком, чтоб, не дай бог, развиваться не начали. О наркотиках же у нас почти не слыхали, вплоть до Горбачева. А на Западе эти труды вели бодро. После войны немецких врачей-убийц, без кавычек, перевезли в Штаты. Там они продолжили работу на хозяев. Именно эти опыты подвигли Оруэлла к роману «1984». Иные фантазируют, что он изобразил тоталитарный совок, но действие это происходит в Англии. Сноска. Вообще, Оруэлл был антисоветчиком, то есть русофобом. Но конкретно «1984» повествует о Западе. Возвращаюсь к своему тексту. Но действие это происходит в Англии, где и создавались описанные методы промывания мозгов. «Новояс» и «двоемыслие» – типично западная практика. Выдуманные словечки «демократия», «права человека», «борьба с тоталитаризмом» – там всегда маскируют одно – «жажду господства». Другой автор антиутопии Олдос Хаксли не только книжки писал, но и сам развивал методы зомбирования. Почему «антиутопия» в кавычках? Потому что для Хаксли нет анти. Роман «О дивный новый мир» 1931 года – это программа действий, почти полностью реализованная сегодня на Западе. Ведь там описано истребление семьи, мать и отец стали бранными словами, пропаганда разврата среди детей, культ потребления и даже главный управитель Западной Европы по имени Мустафа. Уж создание европейского халифата мог предсказать в 930-е лишь посвященные в планы этих. «Вовсе это не программа», – возразите вы. «В романе есть положительный персонаж-дикарь. Он против зомбирования?» «Есть, кивну я. Но чем он закончил? Самоубийством. Он бессилен помешать дивному миру. Прием взят у Достоевского. Князь Мышкин тоже раздавлен бесовщиной». «Хочешь сказать, что Достоевский…» «Да. Полагаю, он остался скрытым петрашевцем, весьма изощренным. И очень помог нечисти развалить Россию». «Но вернемся к Хаксли. Его главноуправитель ничуть не зомбирован, читает запрещенные в обществу книги и адекватно видит ситуацию. Так и есть. Вожди знают и понимают больше, чем толпа. Высшие иерархи христианства почти наверняка в грош не ставят собственные догмы, как и советская номенклатура не верила в марксизм. А вот другое в романе неверно. Деньги упомянуты вскользь пару раз. В реальности именно хозяева денег ответственны за всю мерзость, но Хаксли уводит от них внимание читателя. Персонаж Моргана Ротшильд подчеркнуто незначителен. Сноска. Тут склеены фамилии супербанкиров Морганов и Ротшильдов, если кто не понял. По заказу этих Хаксли создал проект общества, насквозь зомбированного с помощью наркотика Сомы, аналога ЛСД. После экспериментов настало время массовой практики. В 967-м ЛСД в США запретили. Это лучшая реклама. Молодежь потянула к запретному плоду особенно страстная. В том же году раскрученные на весь мир Битлз записали песню «Lucy in the sky with diamonds». Двусмысленно и ее название «Lucy на небе с алмазами», и звучание странное нарочито, и заглавные буквы в названии шифруют. Вы сами видите, что «Lucy Sky Diamonds». Домыслы можете бы вскинуться. Мало ли где какие буквы. Соглашусь, сами по себе буквы ничего не доказывают. Но участники группы не раз в телесюжетах признавались, что жрут ЛСД. Для фанатов это прямое указание подражать. В июне 1967-го в Монтерее, Северная Калифорния, три дня подряд громыхал первый в истории рок-фестиваль. ЛСД на нем давали всем желающим, а нежелающих соблазняли. Как же запрет, изумитесь вы? А вот так. Затем действие повторили укрупненно. В августе 1969-го сельскую местность штата Нью-Йорк четыре дня корежил самый масштабный рок-фестиваль – Вудстокская ярмарка музыки и искусств. Зрителей наехало полмиллиона. Организация съела громадную сумму. Аренда земли, оборудование, вертолетов, постройка сцены, гонорары звездам. При этом со зрителей сперва требовали билеты, но почти тотчас впустили всех даром. То есть шоу стало дико убыточным. У строителей в трубу вылетели. Минуточку. В Штатах? Где бизнес? Все? Музыкальные продюсеры, народ ушлый, за цент удавятся. Следовательно, в Вудсток провернули не они, а силы иные. Коим миллионный ущерб пофиг, поскольку задачи у них другие. А какие? Уж ответил. Чтоб стало яснее, добавлю, у куренных откачивали военные врачи. Сношались подростки тут же при всех. Лет пять назад такое было немыслимо. Из-за дождей тусовались по щиколотку в грязище и собственном дерьме. Клозетов почти не было. Музыканты долбили и ночью. Это входило в план. Тяжкий недосып, антисанитария, психоз толпы сами по себе зомбируют. К этому добавили море наркоты. Со сцены однажды официально сообщили. Ходят слухи, что вам дали отравленную кислоту. То есть ЛСД. Это не так. Она просто низкого качества. Если вас это беспокоит, принимайте по полтаблетки. Выбраться было нельзя. Окрестности запрудили брошенные машины зрителей, перекрыв проезд. В районе вообще объявили чрезвычайное положение. Немногих сберегших разум это вгоняло в депрессию. А затем Вудсток раскрутили как легенду. Документальный фильм о нем Оскар получил. Сделав такой образ жизни желанным для всей западной молодежи. Зачем? Затем, что светлый пример Советского Союза будоражил. Это нам десня втирала, что за бугром рай, а у нас отстой. И мы, дураки, верили. На Западе же многие видели истинную картину. Наша социальная справедливость, бесплатная учеба и медицина, фантастические успехи в космосе, триумф плановой экономики их прельщали. И что? Молодежь – самый шебутной слой общества. В капстранах она начала всерьез колыхаться, революцией запахло. Погоди, ты уверял, что революции организуются извне? Внутреннего недовольства мало, напомните вы. Именно так. Но вы думаете, СССР не помог бы социалистическим переворотам во Франции, ФРГ, США, если б кипение достигло там нужного градуса? Троцкисты бы не дали помочь. Это да, мешали бы изо всех сил. Но все-таки исход не был гарантирован, и лидеров Запада это нервировало. Молодежь, неосознанно завидуя советскому строю, стала угрозой. Ее следовало на что-то переключить. Серьезные дяди из Тавистокского института и ЦРУ этого достигли. Внедрив моду на хиппи, рок, ЛСД, свободный секс, в этом не было никакого протеста молодежи. Хотя юные дебилы воображали себя независимыми и крутыми. Обдолбанные наркотой и утонувшие в сексе фанаты рок-групп для системы безопасны. На Вудстоке в числе других выступали Джо Кокер, The Who, Сантано, Рави Шанкар, Джимми Хендрикс, сыгравший чертовски... Сноска. Слово точное. Хендрикс, как и многие другие рокеры, признавался, что одержим неким вселившимся в него существом. Можно списать это на глюки от наркоты. Возвращая к своему тексту, Джимми Хендрикс, сыгравший чертовски круто и разнообразно. Остальные меня не особо впечатлили по видеозаписи. Сознательно они прислуживали режиму, тупо бабло зашибали, или искренне балдели от энергообмена с такой прорвой людей, для музыканта это кайф, решайте сами. По разным причинам отказались играть The Doors, Led Zeppelin, Jet Rattal, Фрэнк Заппа, Боб Дилан и практически распавшиеся The Beatles. Кстати, о битлах. Леннон и Маккартни вместе играли с 57-го, из-под воль добавились остальные, однако группа была нахрен никому не нужна, ибо имелись тысячи таких же. В 62-м ее менеджером стал бизнесмен Брайан Эпстайн, Битлы записали первую пластинку, тоже не нужную никому, но она внезапно достигла 17-го места в хит-параде. Как? Очень просто. Эпстайн сам скупил ее тираж, 10 тысяч штук, а рейтинг делают именно продажи. И случилось чудо. Из вонючих клубцов группа взлетела до концерта в лондонском театре с королевой в ложе, ноябрь 63-го. На ТВ тоже мелькала, отчего стала самой модной группой Британии. Товисток и деньжище ни при чем? Талант вознес? Ну-ну. Кстати, до взлета пели ребята чужое. Свои песни были малочисленны и безлики. Серенько творили. И вдруг посыпались шедевры мелодизма. Yesterday, Girl, Michelle... И что, скажете вы, успех вдохновляет? Вот и раскрылся их талант? Допустим. Однако после распада группы все они продолжили творить, но новые песни того же уровня не достигали. С чего талант закрылся-то? Ответ вижу один. Шедевры Битлз писал кто-то другой. И возможные авторы давно названы... Сноска. В авторстве песен Битлз я сомневаюсь далеко не первым. И возможные авторы давно названы... Джжж, Мартин и Теодорно. Предположу, что сочинял и юный Эндрю Ллойд Уэббер. Битлов двигала целая индустрия. Им дали кучу денег, слепили сценический имидж и стиль музыки. На записи их альбомов работали оркестры. Да и лучшие песни сочинены за них. Это не доказано, но весьма вероятно. Сами же они по-прежнему играли на кабацком уровне. Послушайте записи с концертов. Сноска. Впрочем, качеству игры мешал постоянный визг публики. Так что мы не знаем, как звучала бы группа в нормальных условиях. Но почему выбрали именно их? Не знаю. Надо копать. Какая-то причина имелась. Товестоку было нужно раскрутить их с британского уровня до мирового. Как сделать звездами в США? Сноска. Из Америки к тому времени раздули икону. Тамошние звезды автоматически становились звездами мировыми. В США их никто не знал. Однако, когда в феврале 64-го Битлы впервые прилетели в Америку, в аэропорту бесновались 10 тысяч фанатов. Под ливнем. Это транслировал телевизор. Откуда? Элементарно. Купленная массовка. Товесток и ЦРУ сделали Битлз мировыми звездами. В оплату ребята рекламировали ЛСД и весь нужный хозяевам образ жизни. Тусуйся, кайфуй, сношайся и забудь о советских успехах. Мавр сделал свое дело. Процесс пошел. Надобность в группе отпала. Летом 67-го от передозировки снотворного. Типичный способ устранения. Умер 32-летний Эпстайн. Вероятно, начал болтать. Знал-то слишком много. Годом раньше Битлы прекратили концерты, пробыв на большой сцене невероятно мало. Лишь 4 года. Были б нужны, распаться бы им хозяева не позволили. По той же схеме сделан весь независимый рок. Не столь я стар, чтобы окончательно разлюбить рок. Хотя органическая потребность в звуковом драйве закончилась лет в 30. Это удел юных. Доводилось исполнять его и самому. Много в роке яркого. Но нельзя забывать, кто и зачем его создал. Исконная цель рока. Реклама разврата, бухла, наркоты, порой и неприкрытого сатанизма. А художественно ценные творения появились в нем случайно контрабандой. Вся эта прелесть мигом проникла в СССР. Через мультфильм «Бременские музыканты». Вышел он в 69-м. Еще и с аудиовариантом на пластинках, коих продали 28 миллионов. Всех детей охватили. Меня тоже. Мультик дивный, талантливый. Что не песня, то хит. Но тем он опаснее. Глядите. В нем весь тавистокский набор. Музыканты – западные рокеры. Принцесса даже не в мини, а вообще без юбки. Сексуальная революция. Цвета избыточно пестры. Именно так изображают воздействие ЛСД. Вдобавок Супермен Трубадур, пример для подражания, упакован в фирменную джинсу. Есть и диссидентские намеки. Король, то есть любая власть, включая советскую, слаб и глуп, надо ему гадить. Хороши все средства. Музыканты разыграли его захват и спасение. А это терроризм, шантаж и мошенничество. Учитесь, детки. И вообще, нам, дворцов, заманчивые своды, не заменят никогда свободы. Свобода-то стала псевдонимом русофобии. Не сдуру явился народный вариант. Не заменят статуи свободы. Намек на то, что мы, вдохновители мультика, боготворим Америку. Что за бред, отмахнутся некоторые. Это просто веселая история. Верно, если бы мы до сих пор жили в СССР. Но вышло-то иначе. Воспитанные мультом выросли и стали переться от общечеловеческих ценностей. Баксов, шмоток с лейблом, рока, наркоты, свободы любой ценой. Вот мы в капитализм и влипли. Кстати, некоторые критики идеологическую диверсию разглядели. Назвали мультик марихуаной и для детей, и предвестием развала страны. Его авторы, сценаристы Ливанов и Энтин, режиссер Ковалевская, вроде в Дисне не замечены. Возможно, гадить они не хотели, просто веселились, как сами утверждают. Но почему в указанном-то вестоком направлении? Продолжение следует.